Знаю, что вы приехали сюда на пару дней и возвращаетесь в Донецкую Народную Республику, видимо, для того, чтобы продолжить помогать. Да, да. Мы очень сильно благодарны вам за то, что имеем возможность здесь, на территории Осетии, детей отдать в ваши руки, и чтобы вы могли сохранить им жизни, помочь им сохранить их детство, а значит и будущее Донбасса. Гость нашей студии Елена Базаева, руководитель Международной общественной организации «Землячество Алании» в Донецкой Народной Республике. Елена, добрый день. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, какова ситуация с беженцами в Донецкой Республике? Ввиду боевых действий на протяжении 8 лет, боевые действия более усугублялись. Они не прекращались, а наоборот, со дня провозглашения и признания России, Донецкой Народной Республики, Владимиром Владимировичем Путиным, у нас более начались боевые действия вплотную и охватывать большие территории Донецкой Народной Республики. А зверевые военные силы украинской армии, именно армии, на сегодняшний день бомбят именно простые города, те, которые не хотят войны, а и жители Донбасса. Освобождаются территории и те, которые находились под контролем украинской армии. Это Волноваха, Мариуполь, Сёлово. Так как у нас англомерация Донецкой Народной Республики более почти трех миллионов, на сегодняшний день именно в Донецкой Народной Республике проживает без выезда, на сегодняшний день тех, которые жители находятся, не эвакуированы и так далее, где-то до двух с половиной миллионов человек, то вы должны понимать, насколько плотность населения на квадратный метр очень плотная. И когда ведутся обстрелы, получается, большинство подвержены людей опасности. Ввиду того, что была объявлена на территории Донецкой Народной Республики всеобщая мобилизация, на сегодняшний день все мужчины находятся под ружьем и встали на защиту своих семей. Мужчины встали на защиту своих семей, а жены, дети, их мамы, я так понимаю, поэтапно как-то переправляются именно сюда, на территорию России, где более безопасно. Из чего состоят вот эти вот этапы вывода беженцев в российские регионы? На сегодняшний день именно эвакуация жителей Донецкой Народной Республики сталкивается с большими препятствиями. Препятствия в каком смысле происходят? Данная эвакуация была объявлена руководством Донецкой Народной Республики где-то примерно 18-20 числа. В тот период было официально заявлено о ней. Большинство всех женщин и детей, те, которые могли выехать, могли, повторяю, выехать, они, конечно, были вывезены. Но оставались лица те, которые не могли выехать. И в связи с тем, что начались боевые действия именно, была временно приостановлена эвакуация, именно временно приостановлена главою Донецкой Народной Республики. Для чего? Потому что у нас таможенные пропускные пункты очень маленькие, а гуманитарная помощь идет, именно нужна медицинская, продуктовая, вода. У нас разбитые водоводы, свет и так далее. У нас целые районы остались без воды. И чтобы не останавливать движение гуманитарных коридоров этих, была приостановлена, чтобы беженцы могли только своими силами, получается, каким-либо образом при поддержке МЧС России уже попадать в эвакуационные пункты на территории Российской Федерации. Я вот, собственно, и хотел поинтересоваться, с какими структурами вы сотрудничаете именно вот по выводу беженцев из Донецкой Республики? МЧС участвует? Да, МЧС Донецкой Народной Республики, непосредственно министр МЧС ДНР Кострубицкий Алексей. По данной эвакуации, вот, 56 человек, которые мы привезли, это оперштаб в Ростовской области МЧС России Зимин Владимир Владимирович. Также этим вопросом занимался парламентский центр комплексной безопасности России Харьков Сергей. Вот они тоже занимались непосредственно координацией вывоза детей в данный момент, вот, которые прибыли на территорию Осетии. Елена, а почему вы взялись за эту работу? Это очень ответственно, кропотливая и опасная работа. Я сегодня, честно говоря, вот два дня вообще без сна, без ничего. 8 марта, ну, праздник для меня никакой. Я немножко отвлеклась, но вот просто сегодня осознала одну вещь очень сильно большую. Есть потомственные шахтеры, а есть потомственные волонтеры. У меня мама в 91-м году, когда случилось землетрясение в Южной Осетии, Квайса, и там уж дети находились просто под снегом в палатках голые, она поехала туда для своей сестры и привезла 16 семей в Донецк. Их размещала донецкая семья. Ну, вот просто земля. Там же наша диаспора, она тут Зареев-Губиев занимался размещением. А когда началось сейчас военные действия, 8 лет назад, я тоже, ну, видя тогда мамы на сердце, я эту работу уже просто понимала, знала и вот поняла, что нужно продолжать. В 2014 году вывозила сюда первых детей. Мы находились в Бирокзанке. У нас дети были с 4 по 9 класс. Мало-мало меньше. На 1 сентября, когда мы пришли, управление образования было в шоке, просто-напросто глядя на всех детей, такое количество. Где мы, мы, мы о вас не знали. Ну, что я сказала, ну, в Осетии есть большие сердца. В частности, семья Засеевых дали большой дом, и бригада моего мужа обеспечивала детей полностью. Все время, пока у меня были доверенности. 3 октября 2014 года мы вернулись в Донецк. Вот так после этого я поняла, что если не мы будем помогать детям, то кто еще будет помогать детям. Меня свела жизнь с такими людьми, как Георгий Калоев, глава Рухсахуат Северо-Осетинского отделения боевого братства, имени которого сейчас, вот оно названо имени Георгия Калоева, который непосредственно занимался детьми. Занимался вопросами очень сильно Вячеслав Зелимханович Бехтаров. Лично он предоставлял детям, при его вот просто непосредственном участии, путевке и на отдых и реабилитацию сюда. Это 16-й, 17-й, 18-й год. Я лично, и была, честно сказать, такая встреча у нас, вообще она не предполагалась, что будет. Вот просто так получилось, что мы с ним увиделись. Я лично ему пожелала руку, и я очень благодарна за то, что вот он помог. Я, насколько знаю, вы вообще за свой счет все это делаете, вам за это никто не платит. Да, я хотела бы сказать, что Донецкая Народная Республика, находясь в военном положении сейчас, не только платить, вы понимаете, да, что это вообще, у нас даже с регистрацией нашей организации не все так хорошо. Мы работаем от Министерства культуры, отдела национальности и религии. То есть мы как бы официальное лицо, но в то же время без регистрации, потому что на сегодняшний день регистрация общественных организаций на территории Донецкой Народной Республики не проводится. У нас не было гражданского кодекса, по которому возможны эти регистрации, а мы также соблюдаем все правила, поэтому и работаем в рамках закон. Наша организация, она не коммерческая, у нас нет членских взносов, у нас нет расчетных счетов. Мы просто благополучатели. То есть если есть люди, которые могут предоставить благо, благо это вот путевки на отдых детей, это помогать с вывозом детей. Вот Ирон Фаси вот сейчас, мы обратились за помощью, они предоставили нам, допустим, детям коляски, потому что у нас сейчас эвакуированные дети от 7 месяцев до 17 лет. Вот этим малышам, которые там есть, ванночки, памперсы, вот они привезли непосредственно, прям, можно сказать, вчера заселение, они уже это все доставили. Вот 8 лет с нами сотрудничала партия Родина, очень сильно. Марина Калоева, например, она осуществляла по партии Родина и передавала нам Осетинскую библиотеку. Непосредственно Александр Хухати привозил вместе с Журавлевым магнезию детям. Полностью это, вот кажется, да, ну что там магнезия, это ничего. Ну, во-первых, это травмоопасно, потому что у нас дети занимаются, продолжают, они находят свое детство в тех учебных заведениях, где они находятся. За окнами война, а внутри заведения это детство. Это просто понимать надо, почему это надо. И ребенку ты не скажешь, не лезь на канат, если у него магнезия необработанной руки. А по тому, как первоочередные есть товары, поступления на территорию республики, и второочередные списки. Так вот, в первоочередные магнезия не входит. Все-таки, вот на сегодняшний день кто выступает в роли меценатов? А у нас нет их. Вот так вот. У нас их нет. Скажите, пожалуйста... Вот помощь оказывают... Я вот перечисляю людей, которые, да, непосредственно... Ну вот, чтобы именно проявлялось... Личное участие частных лиц. Такого нет. Вот президент Южной Осетии, он нам помогал, когда Вячеслав Зеленханович Бетаров нам предоставлял, допустим, путевки, а Анатолий Ильич нам оплачивал полностью автобусы. Я надеюсь, что этот небольшой сюжет, интервью посмотрит большое количество людей, и вдруг кто-то из жителей нашей республики, да, собственно, жителей России, или вообще найдутся люди, которые захотят вам помочь. Как им это сделать? Какой-то счет, может быть, личный, или куда можно будет перевезти денежные средства, или, может быть, сразу обозначите во время эвакуации, ведь нужны, бывают в первую очередь, какие-то именно определенные вещи, еда, напитки, сладости, может быть, для детей. Обозначьте, пожалуйста, для того, чтобы сориентировать людей, которые захотят наверняка вам помочь после этого интервью. Ну, я могу предоставить, если есть желание, мой номер телефона, по которому WhatsApp, Fiber. Я постоянно 24 часа на связи, и со мной связаться, и тогда мы обговорим возможные варианты помощи. Мы прямо сейчас на экране на некоторое время оставим номер телефона Елены Базаевой, это же и номер WhatsApp, куда вы можете обращаться по поводу предложения помощи. Я напоминаю, Елена является руководителем Межнациональной общественной организации «Землячество Алании» в Донецкой Народной Республике. Ну, вообще-то еще помощник депутата, но также Народного Совета. Вы имеете в виду, что в данный момент очень активно в нашем регионе жители участвуют в сборе вещей, средств, питания, вот именно в помощь беженцам. Поэтому вы не стесняйтесь, обозначьте, пожалуйста, потому что эта информация будет для них хорошим ориентиром. У нас дело в том, что машины, которые были непосредственно у наших членов актива, именно сейчас после того, как, ну, вы сами понимаете, в каком состоянии дороги, практически не работают, то ли в аварии побывали, то еще. То есть нам очень требуется транспорт, потому что именно зону обстрела мы вот сейчас многих не можем вывезти, либо же, наоборот, в тот регион не можем предоставить помощь. Это одеяло, матрасы, потому что разбомблены дома, и людям даже в подвалах спать не иначе, они остро нуждаются. Это медикаменты, потому что много раненых, очень много сердечных за ней болеваний, также гриппует очень много по ОРЗ, потому что проблемы очень большие идут. Это нашим ребятам, которые находятся на передовой, очень нуждаются в носках, нижнем белье, средствах гигиены непосредственно. Дети малолетние, они в питании нуждаются, потому что каша и все остальное на данный момент очень сложная ситуация. Из-за нехватки воды, получается, многие не могут приготовить кашу, и поэтому питание, вот детское, например, оно же разводится на воде, вот вода нужна. Ожидается ли еще поток беженцев в нашу республику? И примерно, ну, вдруг вы можете хотя бы приблизительно назвать количество людей? На данный момент я хоть и являюсь официальным лицом Донецкой Народной Республики, здесь находящимся, в Ирсуалане, но я не могу данные дать, потому что эти данные больше относятся к военным, ну, как бы к военным информации, поэтому есть... Беженцы будут наверняка. Да. Вообще очень сильно нуждаемся в эвакуации еще людей. Очень нуждаемся. Очень. Семей много. Вопросов очень много. Чтобы вы понимали, просто и жители Осетии должны понимать, ни одного мужчины вывезено нами не было и никогда не будет, потому что мужчины все находятся там, где должны находиться мужчины. В эвакуацию уезжают только дети и только их мамы, сестры, либо же бабушки. Ну, бабушки-инвалиды. Многих инвалидов мы привезти не можем. Почему? Потому что на это очень серьезные проблемы есть. Ко мне общество слепых обратилось. Но это общество, вы представьте себе, если они не могут пойти спуститься в подвал и спрятаться в эвакуации, ну, вот просто от бомбежки, да, то как они поедут в эвакуацию? Они слепые. К каждому надо тогда прийти, ну, как бы, чтобы работал с ними. Довезти до автомобиля хотя бы. Это вообще, это нереально просто. Найти, во-первых, этого человека. Я просто не знаю, каким образом с данными даже категориями лиц работать. А они остро нуждаются. Их руководитель Лариса Саевич лично со мной имеет связь, и она позвонила, Елена, помогите. А я не знаю, как им оказать помощь. Они реально, вот люди, которые в чужое пространство, то есть если они будут вывезены, они просто будут теряться в четырёх стенах, вы понимаете, для них. А сейчас они в Донецке. У них есть определённая траектория, по которой они движутся, допустим, да. Ну, вот в подвал они, допустим, если они спустятся, они там сидят, естественно. Ну, выйти оттуда, всё это для них трагедия. Это для них вообще дезинтран... Они самые незащищённые сейчас. И защитить мы их никаким образом. Каким образом мы их можем? Да, ситуация... У нас ещё большая есть ситуация, тоже под вопросом. У нас есть мамы, которые, допустим, военнообязанные. Папы погибшие у них. На детей никто из них не может дать разрешение на выезд. Они не могут написать доверенности на своих преподавателей и так далее. И мы не можем этих детей вывезти. И что делать с этими даже многодетными семьями, я не знаю. Решали бы вот через МЧС, насколько возможно было, вот эти дети, которые сейчас доставлены сюда, либо же МЧС на ШДНР помогало именно составлять доверенности на них, чтобы дети могли под чьей-то опекой находиться на территории Северной Осетии, либо же как... Есть такая категория детей, которых мы не можем просто физически, и мы не можем никаким образом через эту бюрократическую машину пробить просто это всё. Я не знаю, каким образом это делать. Знаю, что вы приехали сюда на пару дней и возвращаетесь в Донецкую Народную Республику, видимо, для того, чтобы продолжить помогать. Да. Да. Я от лица нашего народа, от всех зрителей хочу поблагодарить вас за дело, за то добро, которое вы несёте. Поздравить вас с прошедшим праздником. С 8 марта. И пожелать вам много-много сил. А к зрителям хочу обратиться. Да, собственно, говорить-то многое не надо. Я думаю, вы всё сами прекрасно понимаете. Просто мы сейчас на экране ещё раз покажем номер телефона, соответственно, и WhatsApp Елены Базаевой. Что делать, я думаю, вы знаете сами. И прежде чем мы закончим это небольшое интервью, у вас есть возможность обратиться к многонациональному населению нашей республики. Республики Северная Осетия, Алания. Что бы вы хотели сказать? К моему народу. Да. Мои сердечные и любимые осетины. И другие народы многонациональной России, проживающие на территории Северной Осетии, Южной Осетии. Мы жители большой, огромной страны России. Сейчас время очень тяжёлое. Многие не осознают ещё той трагедии, которая происходит на Донбассе и Украине. В том числе и сыны Осетии сражаются на территории, там, где сейчас очень сильно тяжело простым людям, детям, старикам. Они помогают жителям Донбасса наконец-то прийти и обрести мир над своим домом. Мы очень сильно благодарны вам за то, что имеем возможность здесь, на территории Осетии, детей отдать в ваши руки, и что бы вы могли сохранить им жизни, помочь им сохранить их детство, а значит и будущее Донбасса. Елена, спасибо большое. Спасибо за то, что нашли время зайти к нам в студию. У меня сердце разболелось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!